В субботу с женой, с детьми пришли в парк, гуляли, отдыхали. Я со старшим на аттракционе, младший вслед за мальчиком, каким-то незнакомым, решил покататься на льду. Думали, что это фонтан, думали, что здесь не глубоко. Ребенок добрался до середины льда, и тут лед под ним прогонился. Ребенок чудом успел расставить руки, то есть он под воду не ушел, вода дошла до груди, но он хотя бы над водой был, а то бы он, наверное, и не выплыл, и не вынырнул. Два шага сделал, и все, я ушел под воду. Весь, вот так вот, по гордышкам. Начал там как-то выгребать руками, ногами, лед пробивать, потому что тут лед был хороший, ребенок удержался. Он хоть и упал, но он руки доставил, удержался. Сам, когда я его уже вытолкал, я уже чувствовал, что я бы не вылез. Я вот сюда бы дошел бы, да, я бы доплыл бы, но вылезти я бы не смог, потому что ну все тяжелое, все промокло насквозь, руки-ноги начало уже сводить просто судорога. Вот мужчина, который, он своего сына вытащил, моего сына вытащил, и меня вытащил, потому что я только руку смог протянуть, все. Вот, как бы, вот, и тоже на берегу вышел, и пытаюсь сообразить, а что делать дальше, все мокрое, все капает, ребенка хорошо, жена сразу свой свитер все с себя сняла, сразу на него быстро закутал. Прохожие подошли, помогли вытащить, вещи дали теплые, вызвали такси для жены, для старшего сына. Татарство нас подвезли, семья с двумя дочками тоже большое спасибо, телефон, к сожалению, потерялся, не могу позвонить, сказать лично. Когда история стала, предалась огласке, тогда уже вот обнесли, повесили ленточку, вот повесили таблички, о том, что опасно, и огородили проход. Жаль, что этого не сделали раньше. Будет жарко, прибегут сюда дети, полезут купаться. Кто-то может просто не знать, дело даже не в том, что там проход закрыт, не закрыт. Понятно, ребенок захочет, он через эту нянточку перелезет. Просто как-то, ну, обозначить, что это именно водоем, что тут глубина, что здесь опасно не потому, что тонкий лед, а потому, что глубоко. Продолжение следует...